В конце мая Общероссийский народный фронт провел рейд по западному Подмосковью. В процессе реорганизации заказник долины реки Старошки под Звенигородом может лишиться наиболее ценных участков своей территории. По проекту, подготовленному фондом Верховья, половина территории, созданного в 1966 году заказника, теперь должна быть из него исключена, как потерявшая экологическую ценность. Но странная вещь. Границы исключаемых участков в точности совпадают с кадастровыми границами участков, поставленных на учет с видом разрешенного использования под строительство. Так есть ли на самом деле утрата ценности? Или это весьма выгодные фантазии чиновников? ОНФ пытался разобраться в этом в ходе рейда, к которому присоединились жители поселка Министерства обороны, находящегося на территории заказника, на чьих глазах происходит варварский захват заповедных земель. Возвращаясь к нашим таким общим глобальным проблемам. У нас сейчас стоит на повестке дня генплана города Звенигорода. Мы его просмотрели, это новый вариант, мы уже туда вносили какие-то свои пожелания. Но все наши пожелания пошли прахом, потому что опять же, 612-й стоит под застройку в зоне ЖС. Там еще спорные участки, которые не застроены, даже их отсюда видно, вот посмотрите, какой массив уже. То есть здесь практически вся земля, она нашинкована, то есть вся стоит на кадастре, как земли ЖС, ЛПХ и даже малоэтажка. Вот здесь вот лес какой-то, не тронутый, не караедом, ничем, даже караед жалеет эти места. Все равно его ставят упорно администрация под застройку. Елена Лычкова, житель города Звенигорода, член Русского географического общества и общества охранно-памятников истории и культуры. И то и другое общество имеет непосредственное участие к организации и образованию особо охраняемой природной территории долины реки Старошка. Земли эти муниципальные. И в 2007 году, если не ошибаюсь, они поставлены на кадастровый учет. Нигде не отмечено, что это земли ОПТ, то есть нет ни обременения, ничего. И вот именно вот этот участок безжалостно просто нашинкован на полосы, на ремни. И в виде разрешенного использования стоит среднеэтажная многоквартирная застройка. И, в общем-то, вот мне лично непонятно, здесь вот овраг за нами, может быть, его не очень видно, как планируется здесь что-то строить, вообще смысл строительства, целесообразность строительства. Если будет строительство, скорее всего, здесь будет сваливаться мусор строительный, чтобы засыпать овраг или построить какие-то дома. Речку, скорее всего, пустят, как обычно делаете, в трубу. И то есть вот от этого места, уникального, подмосковного, будут, в общем-то, уничтожены, как это сейчас называется, строительная агрессия. Последнее письмо получили смешное, администрация теперь прикрывается уже детьми. Говорят, ну как же, у вас склон, у нас есть спортивная школа, детям надо кататься где-то на лыжах. Хотя здесь вот деревья вековые, которые выпиливать нельзя, детям среди деревьев кататься это, ну, опасно просто. То есть, и мы понимаем, это детская хитрость. Ну, в лесу же среди деревьев катаются на лыжах. Ну, не дети там, это не спортивная трасса. Ну, не с горки. Ну, мы в курсе, что-то спортивная школа, она скажет, им этот склон не подходит. Это лес, по их мнению, на склоне, да? Да. Ну, это не то, нет. Который защитный. Этот участок был в рекреации, где можно было делать спортивные какие-то сооружения. То есть, они хотят вырубить. Этот участок вывели из рекреации, в ОПХ уже. И сейчас он в генпланежея стоит. И при этом они нам рассказывают про какую-то школу спортивную. Ну, это смешно, потому что на основании того, что они отбивают согласование границ этого участка, что это для детей у нас запланировано, он не входит в ОПТ. Это сторожка в ОПТ, да? Да, он не войдет в ОПТ. Ну, раньше входил в ОПТ. Входил, конечно, стопудово. А что они сейчас сделали там, напомните. Ну, тут вообще с ним огромная возня. Подождите, значит, там у нас что? То есть, у нас ОПТ же в прежних границах его можно идентифицировать. Оно нанесено на генплан. Подожди, а значит, сейчас они что, реорганизацию там утвердили, да? Или ничего не утвердили? Нет, реорганизацию они не утвердили. И сейчас как раз по 612... Нет, имежевание они так и не сделали. Вот 612-й кадастровый участок, это вот мы стоим внутри него. Он вот от ЛЭП и до того конца поселка. Вот эти так называемые Левитановские окна. И здесь где-то 400 метров до сторожки, до уреза реки. С ним были игрища. Значит, наша администрация его из рекреации перевела в ЛПХ, якобы вот чтобы лошадей тут можно было пасти. Значит, а когда Министерство экологии сейчас вот пытается в реорганизации его оставить, администрация говорит, нет, мы вам его в ОПТ не дадим. Нет, они не могут не дать в ОПТ, он уже в ОПТ. Потому что они не согласовывают вот эту вот администрацию. Ну, значит, потому что Министерство экологии у нас идет заведомо и системно неправильным путем. Это мы уже обсуждали. Они пытаются, значит, узаконить задним числом все, значит, захваты особо охраняемых природных территорий региональных. Вот, и, значит, тут как бы у них два способа есть, да, то есть, либо они, значит, у них сначала был такой подход, значит, они сначала как бы просто думали, что это можно сделать путем межевания, да, то есть, вот они отмежевали, да, значит, вот. И, значит, вот это, типа, вот они благое дело сделали, там урезанные границы, всю застройку повырезали. Хочу спросить, тут сейчас как раз один наш депутат, вот, ну, якобы по вашему, не знаю, как бы, ну, поручению, вы же, фактически, ваш поселок сейчас находится на землях Министерства обороны. Да. Вы, фактически, являетесь рабами Минобороны. Да. То есть, вы не можете землю приватизировать там. Вот он сейчас ставит вопрос, чтобы поехать в Министерство обороны и, как бы, вас отрезать от Министерства обороны. Нет, нет, не надо нас отрезать. Вот. Ну, как бы, вас прирезать к городу, да, и, соответственно, вы получите право тогда приватизировать землю, там, вот, земельные участки себе оформить, там, вот, дорогу на кадастр вам поставят, вот, не знаю, как бы, плюсы-минусы просто, я спрашиваю ваши мнения. Ну, как бы поставят, но приватизировать поезд ушел. 500 метров от сторонки, все. Ну, вот когда... Нет, у нас ни в чем проблем уже здесь нет. Поселок. Ну, как-то мы организовались, сами себе тут управляем, сами обслуживаем все поселок, сами тут живем, защищаем природу здесь, отгоняем всяких алчных людей, которые, как бы, пытаются вообще застроить все живое вот вокруг нашего поселка. У нас был прекраснейший бериндейский лес, который, как только огораживается заборами, сразу его поедает караэт вообще супер темпами, и все это вырубается. Причем, как бы, и люди построить ничего не могут, потому что как-то складываются у них жизнеобстоятельства, что он становится уже не до чего, не до построек. И не природа, и, в общем-то, одни обломки. Ну, сейчас времени нет показать, а так, конечно, очень печальное зрелище. Вот единственный участок, который, ну, вообще не тронут вообще здесь, вот уникальный он настолько, что вот сюда люди многие приходят, здесь только помолчать, вот даже говорить, даже нечего здесь. Просто можно показать, и все. Вот что осталось. И его пытаются под застройку. Вот это, да? То есть его из рекреации перевели уже в личную. У нас, кстати, незаконно построили дорогу, спилили сосны, вековые, лес, приносили документы, что им разрешили, разрешение, у нас на спил вот таких вот деревьев. Кто разрешил? У нас территорию Путы, ничего не согласовано. А дорогу там строили? Город наш, город разрешил, и наш начальник санатория, все подписано, имя. Мы пишем в полицию, вызываем полицию, приезжает полиция, полиция, наш участковый. Участковый смотрит документы, у них документы все в порядке, все подписаны, все печати стоят. Я иду за землю, узнаю, потому что у меня как раз это, где проходит дорога, по моему участку, там у меня стоит домик, который уже 30 лет там стоит. И у соседа также стоит. Я прихожу, беру, заказываю генплан, смотри, по генплану, генплазисты говорят, эта земля ничья, она Министерство обороны. Кто туда к тебе придет, ты можешь просто вызывать полицию. А они приходят, вот с такой папкой документы, у них все подписано. Елка огромная стоит, я не знаю, ей 200-300 лет. Он мне документ, я говорю, как ты ее будешь сносить? Он мне показывает документ, но у меня документ на снос. Елки. Если земля принадлежит мне на бабу, то как может администрация распоряжаться? Вот в этом и вопрос. Вот в этом и вопрос. Подходят, сносят, зашли ко мне, снесли теплицу. Вот хорошо я не дала снести домик. Меня зовут Анжелика Ирошенко. Я здесь живу больше 30 лет. Именно в Министерстве обороны я здесь работала, живу. У нас здесь поют соловьи утром, вечером. Вот 6 лет назад, когда они начали здесь застройку и травили деревья, соловьи пропали, погибли. На сегодняшний момент, благодаря тому, что не дали застраивать, у нас соловьи поют до сих пор. Вот просыпаемся соловьями и засыпаем соловьями. Пойдемте покажу дальше. И вот кто хочет вывести вот эту нашу природу из-под охраны, это только вот эти вот мафиозники, которые здесь проплатили деньги и хотят здесь застроить всю эту экологию, которая погибнет. На сегодняшний день мы эту экологию как можем, так и спасаем. Всего этого, благодаря тому, что вот мы не дали этой застройкой, сохранилась и природа, и ценность. И до сих пор мы можем выйти в лес, собрать грибы. Земляника. У нас очень красиво здесь земляника. У нас здесь растут подснежники. Мы их не рвем, потому что все это сохраняем. Вы можете приехать к нам весной, у нас самые первые подснежники здесь у нас в лесу. И до сих пор эта ценность у нас сохранилась благодаря нам, нашему поселку, потому что мы его защищаем от вот этой незаконной застройки. Ну, чтобы осваивать участки, отрезанные от лесфонда, чтобы застраивать их коттеджами, очевидно, что нужно сперва проложить туда дорогу. И борьба идет, я насколько понимаю, сейчас именно вокруг прокладки вот этой вот дороги, прям трассы через лес. Раньше ведь у вас здесь просто была небольшая грунтовка, которая соединяла участки. Здесь была дорога. Вот где кабель идет, это была дорога. Это кончается его забор. Сейчас ему стало мало, он его еще сюда сдвинул, и теперь он дорогу переносит вообще по нашим участкам. Вот этот домик, мой дом, они подснос. И вот эту елку, они показывали документы. Вот эту ель, у них документы подснос. Что на все ель, то, что вот на дороге будет, это все идет подснос. Вот здесь птицы поют. Вот реальное лесо, он еще дышит. Он дышит лесом, потому что, считай, только туда ездит. Здесь еще, в принципе, никого нет. Великолепный старовозрастный еловый лес, принадлежавший лесфонду, состоявший вот из таких огромных вековых елей, находился на месте этой дороги. Вот на месте этой взлетной полосы, в ширину двух плит и в длину около полукилометра, был вырублен, варварски уничтожен. И, ну не пропадать же добру, превращен в дрова, которые тоже пригодятся латифундисту, к владениям которого и подходит эта дорога. Вот они, складированы, дрова. Все, что смог, он вывез. На несколько лет на отопление хватит. Он их просто поднять не мог. И вот так вот, видите, что с экологией творится? Вот это разве можно? Это вот эти вот ели они снесли. И сейчас ими будут печки топить. Вот она, мафия. И им все можно. Вот как резали. Вот видите, только стволы вот эти, кирки остались. Вот они, смотрите, кирки. Сейчас ее раскидают. Он уже завел стройматериал, тоже хотел строить. Вот они, видите, отсыпают себе под участки. Там все отсыпано уже. Папоротник, отсыпают. Ты посмотри, что делают, а. С удивлением узнали, что у нас был поселок, военный городок 535. Это санаторий и наша площадь, нашего поселка. С удивлением узнали, каким-то образом она отмежевана. Как сейчас выясняется, министерство обороны отвечает. Говорит, а мы даже и не в курсе, как-то наши земли же не жеваны. Подождите, давайте разберемся с этим вопросом. То есть у вас поселок на территории ОПТ или нет? Да, наш поселок основан где-то в 50-е годы. То есть раньше, чем ОПТ. Он и вошел к всем составам. Вошел как посторонний пользователь, да? Ну, вот мы находимся на территории ОПТ, и нас, в принципе, это устраивает. Хорошо, как посторонние земли, да. А что, спор какой-то? То есть администрация считает, что это земли неразграниченной собственности, что ли? И пытается там что-то... Министерство пытается эти земли в муниципальной собственности уже лет 15-20 забрать из Министерства обороны. Нет, подождите, а почему такое происходит, когда здесь с муниципальными документами люди ходят, врубают лес, а к вам на участок кто-то заходит? У вас участок как-то оформлен или нет? Участок мы не можем оформить, это земля Министерство обороны. Мы не можем. Мы вот, говорим пополам, за 10 лет мы приватизировали свои квартиры хотя бы. Причем сначала была приватизация, мы могли квартиры, но не землю. Если у тебя дом сгорел, все, считай, у тебя ничего нет. А, значит, есть первичные документы на ОПТ, да? Та же, как на ваше. Еще там, в каком году оно было создано? В 66-м. В 66-м году, да. То есть, вот оно как было создано в этих границах, оно должно остаться. Все, что тут происходило, скажем, и не в 60-е, не в 70-е, не в 80-е, даже не в 90-е годы, уже, так сказать, как бы наши замечательные нулевые, вот, значит, это как бы незаконно, да? То есть, по идее, должны быть суды, которые, так сказать, как бы вплоть до сноса того, что здесь построено. Но у нас не хотят таким путем власти идти, да, потому что не хотят создавать прецеденты, потом там, понятно, замешаны чьи-то, значит, деньги, чьи-то связи, чьи-то потенциальные права и свободы, и самое главное, да, потому что, по большому счету, понятно, что цепочки все, они будут вести в итоге, так сказать, к тем или иным уровням власти, вот, и, соответственно, к каким-то влиятельным людям. Вот поэтому, так сказать, у нас затеяли так называемую лесную амнистию, вы помните, под которую, кстати, хотели подвести тоже особо охраняемые природные территории, но законодатель не дал это сделать. В том числе, кстати, УНФ там свою позицию занял достаточно жесткую, да, общероссийский народный фронт, но лоббистские возможности там господина Козака, известного вам, попавшего сейчас опять в наше правительство, да, кто-то считает его весьма эффективным, так сказать, руководителем, чиновником. Извините, а вопрос, но это же не частная земля? Ну, подождите, давайте сейчас, как бы, договорим, да, значит, так вот, значит, поэтому я просто сейчас, вот, чтобы людям был понятен сам принцип, да, то есть, так вот, по идее Минэкология должно было бы отмежевать, то есть, организовать работы по землеустройству, да, таким образом, чтобы землеустроители подготовили так называемые карты-планы в точном соответствии с теми границами, которые были, да, значит, в 66-м году здесь установлены, также и по всем остальным особо охраняемым природным территориям. Но они делают хитро, то есть, не имея на это основания, они вырезают оттуда все то, что, скажем так, ну, или уже застроено, или по, значит, кадастру, или, значит, ЕГРН, просреестр, да, относятся там к землям или к виду разрешенного использования земельных участков несовместимых с ООПТ, да, или которые говорят о том, что в ООПТ, как бы, таких земельных участков, там, по ДЖС, там, по ДЛПХ, там, еще, там, по ММЖС, да, быть не может и не должно. Вот, значит, идет так называемое узаконивание, которое абсолютно незаконно, да, и Воробьев издает в итоге постановление, да, подписывает правительство Московской области об утверждении границ, но границы-то были уже утверждены ранее, да, вот. Подводится под это еще такое интересное обоснование, значит, что территории, которые, значит, вот, вырезаются, да, из этих ООПТ, они якобы утратили уже свою природную ценность. Но понятия такого, утрата природной ценности, в законодательстве нет. Это только, как бы, вот, для тех, кто ничего не понимает в этом деле, да, у нас природная система сложно организована, она не только состоит из того, что мы видим на поверхности, да, вот срубить эту елку, это не значит, что она утратит свою природную ценность. Она все равно какие-то функции, да, будет выполнять, а елка здесь может новое вырасти, там, гидрологические регулирования, гидрологического режима, там, да, так сказать, как бы, сохранение самого вот этого субстрата, рельефа определенной формы, да, там, ну, и так далее, да, то есть, сложные системы связи, там, функциональные в ландшафте, да, то есть, у нас, вот, как правило, там, чиновники занимают такую, как мы называем, казуистическую позицию в этом плане, то есть, казуистикой занимается, вот такой есть термин, да, вирусфроденция, то есть, когда, скажем так, какие-то определенные понятия или, там, положения закона, они рассматриваются не во взаимосвязи со всем остальным, а отдельно. Вот, например, там, допустим, скажем, что ценного в природе? Это нужно обязательно найти какие-то краснокнижные виды, которые занесены там в специальные книги. Допустим, они есть. Ну, хорошо, если даже их нет, это не значит, что вот, это не значит, что этот лес, этот лук, да, а тем более тот пойменный лук, значит, не имеет природной ценности. Они как раз ее и имеют. Даже если это обычные луговые травы, даже если там пасутся, там, коровки, там, или овечки, да, значит, или это, там, лук этот косится. Наоборот, он имеет большую ценность, особенно для такой нагруженной, высокоурбанизированной, так называемой, территории, как вот наша, да. И об этом, как бы, говорят, и, ну, в смысле, не просто говорят, об этом знают и ученые, об этом знают практики экологи, да, об этом знают специалисты, об этом знают, значит, гидрологи, гидрогеологи, да, геоэкологи, но об этом упорно не хотят знать наши, я бы даже не сказал застройщики, а, скажем так, платифундисты, те, кто, скажем так, скупили земли или нацелены на покупку земель, об этом не хотят слышать наши застройщики, под которым стоит серьезное лобби, градостроительное, да, но об этом, конечно, не хотят знать наши чиновники, которые заинтересованы в так называемых инвестициях, да, и говорят, что каждый квадратный метр земли должен работать, а работать он у них должен следующим образом, как они считают. Вот есть такой замечательный у нас министр инноваций и инвестиций, да, в Московской области, как господин Буцаев, я не помню какое там имя, отчество, да, но он когда-то сказал жителям, значит, Поброво, в Солнечногорском районе, рядом с которыми вырубили там где-то порядка 300 гектаров леса, как раз в составе военного лесничества, что не надо здесь протестовать, мы заинтересованы в инвестициях, любимая тема Воробьева, да, он говорит благополучие жителей, а что такое благополучие жителей, да, это прежде всего среда, какие-то условия жизни, да, так сказать, как бы, да, возможность там, естественно, зарабатывать, чего, кстати, не обеспечивается, я так думаю, да, значит, должным образом нигде, вот, но что сказал Буцаев, а деревья, они не приносят налогов, да, то есть они не приносят доходы в бюджет, то есть, да, то есть, да, но то, что они дают кислород, то, что это благоприятная среда, вот, то есть понимание исключительно там монетарное такое, ну, разве можно назвать таких людей, вообще, так сказать, управленцами государственными, разве они думают о государственных задачах, нет, то есть мы понимаем с вами, что, скажем так, регионам, и мы видим и по другим там совершенно иным вопросам, да, не только экологическим, что управляют нашим регионом какие-то совершенно негосударственные люди, то есть которые только официальными являются, да, на самом деле они думают совершенно о других вопросах, да, конкретно. Если говорить конкретно об ОПТ, то у нас есть позиция такая, значит, вот эти все движения господина, там, Когана, конкретно, да, значит, по, значит, внесению в кадастр, да, в реестр ОПТ с какими-то измененными границами, мы считаем их все незаконными, значит, но для того, чтобы не создавать, может быть, каких-то лишних конфликтов и не ставить перед собой неразрешимые задачи, мы предлагаем подход следующий, вполне разумный, мы эту позицию уже до Министерства экологии доводили. Да, значит, первое, внести границы конкретно, вот, как это у нас, природный заказник, да? Да, заказник регионального, значит. Долина реки Старожки, те границы, в которых они, этот заказник был установлен в 66-м году. Те территории, в том числе ваш поселок, которые попадут в этот заказник, как застроенные территории, как территории, где есть уже зарегистрированные, в том числе, права граждан, да, значит, они подпадут под некое обременение режимом особой охраны этой территории, но без изъятия этих территорий из хозяйственной деятельности, да? А вот все территории, которые, значит, не застроены, да, значит, они должны быть обременены режимом, значит, особо охраняем природной территории, значит, и на них, даже если они находятся в частной собственности, для них должен быть установлен разрешенный вид использования, да, в положении, который там, ну, не превышает, скажем так, уровень воздействия потенциальный, не более чем рекреация, ну, и без права капитального строительства чего-либо, да. Ну, соответственно, понимаете, что такие участки, они им уже будут не нужны. Эта ситуация, конечно, она, в общем-то, конфликтная, да, но позицию мы занимаем именно такой. А вот, так сказать, реорганизация вот этой, вот ТОПТ уже официальной, она должна быть не в плане изменения границ, а в плане уточнения режима или функционального зонирования. То есть должна быть выделена зона заповедная, да, должна быть выделена зона рекреационная, должна быть выделена зона, значит, ну, так называемого хозяйственного использования, да, на которой расположены дороги, населенные пункты и так далее. Мы воочию убедились, что никакой потери экологической ценности на самом деле на территории заказника не происходит. Это надуманный предлог для того, чтобы утвердить проект реорганизации, узаконив тем самым захват заповедных земель под строительство. Но как только проект будет утвержден, на исключенных участках начнется строительство, и вот тогда уже их ценность будет не восстановить.